Всем привет на канале Юлия Суккулентошна, и сегодняшнее видео у нас будет посвящено пересадке Монстеры Тайское созвездие. Честно говоря, я не планировала записывать это видео, но так уж вышло, что все-таки я его запишу. Недавно у меня раскрылся вот этот вот листочек замечательный, новый. Конечно, желательно дождаться, когда лист окрепнет, и потом уже пересаживать. Но ввиду того, что растение действительно уже пора пересаживать, а я не уверена, что у меня через неделю будет на это свободное время, поэтому решила все-таки пересадить Монстеру сейчас. На данный момент Монстера растет во мху. Корневая система уже очень приличная. Она полностью оплела горшок, полностью оплела мох. И вот эти чудесные листики хотят теперь уже в новый домик. Монстер, конечно, прекрасный, у нее замечательный окрас, хотя, конечно, изначально я видела, что на растении есть некоторые проблемы с листьями, но все дело поправимо, тем более новый листик вышел вполне хорошенький, нормальный. Он, конечно, еще по размерам увеличится, но, как я уже говорила, новый листик уже почти раскрылся. Ну, да, он раскрылся, но он еще не окреп, он очень нежный, поэтому при пересадке подобного рода растений с такими вот нежными листиками, еще не окрепшими, нужно быть максимально аккуратным, потому что он еще очень мягенький, и при неосторожных манипуляциях можно повредить этот новый лист, что нежелательно, само собой. Для пересадки я буду использовать вот такой вот горшок и новый для меня грунт. Грунт, на самом деле, очень интересный. Я нашла состав грунта на иностранном ресурсе, посвященном монстерам, и там был очень смешной момент, о котором я расскажу чуть позже. Из плюсов вот этого горшка, который изначально производителем предполагался для орхидей, это обилие всевозможных отверстий везде, на всех поверхностях горшка, и вот этот вот носик, вот эта вот часть, которая внизу горшка, она поднимается вверх, и она также имеет отверстия. Большой плюс подобных отверстий внизу горшка – это дополнительная аэрация корневой системы. Я нашла кашпу, подходящую по размеру под этот горшок. Вот, курьер их скоро привезет, надеюсь, и будет у монстера новый домик. Так что предлагаю к посмотру пересадку этой чудесной монстеры. Так, первым делом нам, само собой, нужно освободить монстеру от мха. Для начала вообще как-то ее вытащить. Знаете, при всех преимуществах мха есть у него вот такой вот минус. Мне вот не нравится. Зачастую бывает проблематично освободить корни от него, потому что корневая система очень хорошо срастается с этим мхом, а оставлять его не всегда хорошая идея, потому что это может поспособствовать загниванию корней, ибо мох очень влагоемкий. И если оставлять мох внутри грунта, то есть оставить даже небольшой кусок мха, это может крайне негативно сказаться впоследствии. Так. Да, конечно, похоже это надолго. Вернусь, когда все очищу, потому что, думаю, это на полчаса как минимум. В общем, я примерно угадала по времени, сколько мне на это потребуется. Кое-как очистила. Конечно, немножко корни частично оторвались, но я решила быть понежнее, чем со стендапсусом с этой монстерой. Конечно, вот это вот немножечко жалко, но никак уже не счищалось. Здесь вот ног сейчас уберу и продолжим пересадочку. Вот такие вот корни у нас остались. Я максимально постаралась очистить мох. И если какие-то корни оторвались, я их тоже уже убирала, чтобы ничего тут у нас не прело внутри горшка, ничего не портилось, ничего не гнило и впоследствии не поспособствовало загниванию всей корневой системы. На дно вот этого горшка я выложу небольшое количество пеностекла. Думаю, этого количества будет достаточно, потому что смесь получилась очень рыхлая. Я буду использовать новый состав грунта для монстера, который я нашла на иностранном ресурсе, посвященном всем видам монстер, которые только есть. И состоит он из пяти частей сосновой коры, четырех частей кокосовых чипсов, пяти частей перлита, двух частей угля и двух частей червячных отливок. А червячные отливки – это как раз-таки вермикомпост, биогумус, но именно таким образом автоматический переводчик мне перевел это слово. И знаете, что я вам хочу сказать? Честно говоря, мне теперь больше совершенно не хочется биогумус называть биогумусом. Мне больше нравятся названия «червячные отливки». Пожалуй, это слово теперь будет встречаться в моей речи неоднократно. Смесь получилась реально очень прикольная. Она получилась максимально рыхлая, насколько это возможно. Я даже не знаю, как ее описать словами, но вот прям реально рыхлость-рыхлость. На мой взгляд, это прям то, что нужно для толстых корней монстеры. И точно в ней не будет задерживаться вода и не должно возникать никаких проблем с корневой системой. Так, приступим к посадочке. На дно я немножечко насыплю смесь. Я, пожалуй, буду делать это над тазиком, потому что часть субстрата так или иначе вывалится за пределы горшка ввиду формы этого горшочка. Конечно, безусловно, потребуются подкормки дополнительные в таком субстрате, потому что питания не так много будет для растения. И теперь нужно аккуратненько выложить в корневую систему монстеры. Не хочу я ее прям кидать одним шматком. Хотелось бы немножечко ее хоть как-то под распределить. Как-нибудь вот так вот мы это все положим. Уголь в составе будет, скажем так, противомикробным, противогрибковым агентом. Хотя, конечно, это не стопроцентная гарантия, ну, добавление угля, это не стопроцентная гарантия отсутствия каких-то инфекций корневой системы, загоневания. Но все равно в какой-то степени он сдерживает эти процессы, ведь является природным антисептиком и сорбентом. Кокосовые чипсы в данном случае будут держать влагу в субстрате. Кора будет подкислять этот грунт, создавать более естественные для монстеры условия обитания корневой системы. Все-таки монстера, она наполовину растет вне грунта, а карабкается по дереву. Перлит обеспечит воздушность, а биогумус, точнее говоря, червячные отливки, подарят растению питание. Хотя, конечно, его реально не очень-то и много, биогумуса. Но я надеюсь, монстерочки этого хватит. Да к тому же, все равно я не пропущу. А хотя, блин, какие удобрения, что я несу, господа. Это же тайское созвездие, ее удобрять так особо-то не нужно. Ну, может быть, немножко каких-нибудь удобрений все-таки я буду вносить, но с низким содержанием азота. Вот ведь заболталась и все забыла. Хотя, вот не знаю, у меня это растение впервые. Так ли она реагирует, как монстера Альбы на подкормке. Все это мне только предстоит узнать. Вообще, конечно, у меня изначально была идея такая разместить растение на опору, потому что монстерам опоры очень нравится. Но ввиду того, что как такового стебля еще, как видите, нет, воздушных корней нет, и цепляться нечем будет за опору, поэтому я решила без опоры. И когда уже эта монстера подрастет, хочу с нее срезать череночек себе, запасной экземпляр. И вот его уже буду сажать на опору. Или, может быть, впоследствии материнский кустик я пересажу. Вот, собственно говоря, и все. Сейчас мы это растение польем. Я буду поливать его в душе, чтобы хорошо смочился субстрат. И дам ему стечь. И далее буду уже размещать в кашпо. В общем, пока я пересаживала, пока у меня монстерочка стекает сейчас излишки влаги из горшочка, приехал курьер и привез кашпо. Вот такие вот замечательные кашпо, но есть небольшой нюанс, что, кажется, я ошиблась размером. Кашпо, кстати, прикольное. У меня все прикольное. Такая вот вставка, которая обеспечивает неплохой дренаж воды. Но если использовать кашпо с этой вставкой, то вот такой вот горшот, он вот так вот предательски торчит. Но можно, конечно, использовать без вставки дренажной. В таком случае... Все хорошо входит. Остается небольшое пространство для аэрации корневой системы и, собственно говоря, всего горшка. Ну, потому что у меня горшочки вот такие вот с отверстиями. Но ввиду того, что я очень переживаю за монстерочку, я буду использовать с дренажной вставкой. Вставкой и пусть она так торчит. Зато растение 100% в безопасности. На самом деле самое обидное, что вот таких кашпо я заказала по количеству вот таких горшков. В общем, кажется, я снова в поиске идеального кашпо под этот горшок. В целом, это будет выглядеть вот так. Конечно, я немного разочарована. Блин, сейчас надо было так лохануться. Но и так сойдет. В общем, вот так вот. Ну, кстати, мне очень нравятся белые горшки. В них как-то все выглядит симпатично. Но я думаю, ничего страшного, что здесь так торчит кашпо, потому что... Ой, горшок сам. Потому что для меня, в первую очередь, куда важнее безопасность для корневой системы, потому что все-таки растение не самое доступное, не самое часто встречающееся. И, конечно, хотелось бы вот это растение вырастить шикарным кустом. А для этого можно и потерпеть торчащий технический горшок. Зато будет удобно доставать. Немножко все сыренькое. Вот. В общем-то, смесь, ну, на первый взгляд, то есть, по первым впечатлениям, у меня крайне положительная по смеси, которая получилась, в которую я посадила эту монстеру. Но, конечно же, я обязательно отчитаюсь, наверное, через месяц. Я так думаю, что через месяц можно будет уже какие-то изменения наблюдать по монстере. Может, по корневой системе. Единственное, чего я не хочу, чтобы из этого горшка, из этих отверстий полезли корни. Я надеюсь, что монстерчика хулиганить не будет, и мы с ней найдем общий язык. Ну вот, пожалуй, на сегодня и все. Благодарю вас за просмотр. Ставьте лайк к видео. Подписывайтесь на мой канал, если еще не подписаны. Не подписаны. И до новых встреч!